У нас есть функция f, помните арсиологию в этой функции, да? И есть число, для которого f больше, f от n больше 1. Замечательно. Надо суметь доказать, что в таком случае методика это на самом деле модуль x в степени. Второй случай, и мы это сейчас с вами должны доказать, второй случай соответствует вот этому. Откуда-то надо суметь получить альфа и получить, что метрика может быть только такой и никакой другой. На самом деле, красивая вещь. Есть такая штука в Москве независимый университет. Там есть замечательный человек, Шапошников, Старислав Валерьевич. Он представил там очень хороший курс анализа. И на этом самом курсе анализа он сказал так. Каждый раз, когда читаю этот курс, а змея, не читайте, я первый курсник, у меня есть молодость, вполне себе для серьезных разумных. Каждый раз дохожу до теоремы Островского и понимаю, что вот прочитаю лекцию и количество слушателей обязательно резко упадет. Большинство не выдержит. Оказывается, все дело в том, что существуют разные системы счисления. Бывает системы счисления по основанию 10. А бывает система счисления по основанию 2, а бывает система счисления по основанию 5. По любому натуральному числу можно устроить соответствующую систему счисления. Ребята, поскольку это я действительно хочу, чтобы вы это поняли, в том числе, что голен когда-нибудь утром. Ребята, посыпайся, пожалуйста, и правда уже не даем это рассказывать. Спасибо. Итак, в втором случае существует натуральное число, от которого функция больше единиц. Оказывается, идет на следующее. Берем любое натуральное число. Итак, пишу. А натуральное число. Лишь бы А было больше единиц. Меня сейчас, кстати, не интересует функция от него больше единиц, меньше единиц. Совершенно любое правильное число. Понимаете ли вы, что существует система счисления с основанием А? Отлично. Что такое система счисления с основанием А? Это любое натуральное число К. А можно представить в виде цифры, 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 цифры. А, Л, Д, ну, нет, нехорошо. А, С, да, это цифры так. С, Л, Д, С, Л, минус первое, С, Л, минус второе, и так далее. С, первое, С, ну, в системе счисления основания А. Что это такое? Это на самом деле С, ну, и, Плюс С, первое, А, плюс С, второе, А, квадрат, и так далее. Плюс С, Л, Т, умножить на А в степне. Запомните, пожалуйста, что такое С, что такое С, что такое С, С, ну, и, С, первое, и так далее, С, Л, Т. Это все числа, меньшие числа А. И, ну, и, не меньше, нуля. Замечательно. Ну, разумеется, я считаю, что С, Л, Т, при этом, С, Л, Т, больше, нуля. Потому что, с дальше, как это тоже. Отлично. Так вот, сейчас я оцениваю функцию Ф. Пишу. Ф, откат, не больше, смотрите, не больше чего. Не больше, чем ФС, нуля, плюс ФС, первое, умножить на ФА, плюс и так далее, и так далее, плюс ФС, первое, умножить на ФА в степне. Отлично. Давайте посмотрим дальше, что это значит. На самом деле, давайте я, для того, чтобы не путаться, все-таки разберу два случая. Один случай такой, пусть у меня ФА будет не больше единицы. Я сейчас быстро объясню, как в таком случае получается противоречие. Смотрите, в таком случае получается, что здесь у меня не больше, чем Л плюс 1 умножить. Что значит ФА не больше единицы? А, это не тот, который был. А, это тот, который был. Бой, ну, правильное число. Да. Да. Кто его знает? У него больше, меньше, меньше. Вот, и так, пусть я ФА не больше единицы. Тогда здесь у меня получается Л плюс 1 умножить на максимум из вот этих вот чисел. Ф от единицы, Ф от двойки и так далее, Ф от А минус 1. Это некоторое число, не зависящее от К, это некоторая константа, зависящее только АА. Таким образом, давайте это надежно. Это будет некая константа С, вот максимум из вот этого, умножить на Л плюс 1. Вот. Таким образом, Ф от К оказывается, довольно-таки небольшим. Смотрите, что такое Л? Л это количество, Л плюс 1, то есть количество цифр, умножить на С. Ребята, а сейчас я возьму и сделаю замечательную штуку. Я вместо числа К буду по очереди подставлять К, К квадрат, К в кубик, К в четвертый, К в пятый и так далее. Что происходит с числом при возведении в квадрат, с количеством цифр? Все знают, или нет? Может резко увеличиться количество цифр при возведении в квадрат. Или не можно? Смотрите, 7 это число однозначное. Не более чем в два раза. 7 в квадрате, с какими значимыми? Ну, значит. Не более чем в два раза. Не больше чем в два раза. Да. Если я возложу в тысячную степень, количество цифр не может увеличиться больше, чем в тысячную. Давайте это объясним почему, как строго изгенерация. Ведь что значит, что у нас число всего лишь из Л плюс 1 цифра? Это значит, что оно меньше, чем число единицы, и после этого учебы. То есть, на самом деле, Л плюс 1 цифра, это значит, что наше число меньше, чем А в степени Л плюс 1. Потому что число А в степени А плюс 1, это единица и Л плюс 1 золи. Замечательно. Но в таком случае, господа, у нас К в любой степени будет меньше, чем А в степени Л плюс 1 умножить на Л. И, значит, действительно, количество цифр будет не больше, чем в два раза увеличится. Значит, если я пишу любой показатель степени, то у меня получается замечательное неравенство. В таком случае, Ф от К в степени М будет не больше, чем С умножить на М умножить на Л плюс 1. Ну, господа, вот эта линейная функция, а эта функция, это вообще показательная неравенство, а показательная функция растет быстрее линейных. Если Ф от К больше единицы, значит, я сейчас доказал вам чередуящее. Если есть хоть одно число больше единицы, у которого Ф от А не больше единицы, то не у всех чисел Ф будет не больше единицы. Взял в системе числений по основанию А, записал в любое число. Так? И после этого сказал, что если так получилось, что Ф от А не больше единицы, то на самом деле получается вот такая оценка. Но такая оценка дает противоречие, если вместо числа К подоставлять К в какой-то степени, потому что количество цифр будет расти линейно, а Ф от К в степени М будет расти гораздо быстрее. Просто потому что любая функция, число больше единицы в степени М растет, то вместе с быстрее будет. Отлично. Отлично. Это я объяснил. Среди вопрос? Да. У нас Ф от А меньше единицы, да? Нет, я сказал, что меньше или равно единицы. Меньше или равно единицы? Да. Значит, тогда это показательная функция, но у нас же Ф от А все-то... Ф от А, а не Ф от К. Мы берем любой число К, и если бы Ф от К оказалось больше единицы, то мы в этом месте получили бы противоречие. Потому что здесь у нас показательная функция, это не заедет линейно. Так, все. Значит, не бывает, что Ф от А меньше или равно единицы. Значит, на самом деле число Ф от А должно быть больше единицы. Хорошо? Хорошо. Теперь давайте ту же самую оценку, но уже с участием вот этого Ф от А в степени М растет. Посмотрим. Ну, на самом деле точно похоже выглядеть. Но все-таки посмотрим. Значит, вина Ф от А уже нельзя этой личной пренебрегать. Давайте смотрим. Значит, я по-прежнему все-таки введу вот эту тему. С это максимум из чисел Ф от единицы, Ф от двойки и так далее, Ф от А минус 1. Тогда это будет не больше, чем С умножить на единицу плюс Ф от А, плюс Ф от А квадрат, плюс и так далее, плюс Ф от А в степени М растет. Значит, вы умеете вычислять сумму диагрических характеристик, и поэтому вы спокойненько пишите, что это... Давайте я напишу вам одну доску. Давайте я напишу вам одну доску. В общем, потому что это ваше место. Ф от А не больше, чем Кацнам. Ну, вот так. Максимум из числа Ф от единицы, а потом вы видите, как мы так называем. Умножить на Ф от А в L плюс 1 минус 1 разделить на Ф от А минус 1. Ну, а теперь, господа, понятно, что это меньше, чем С делить на Ф от А минус 1 умножить на Ф от А в степени L плюс 1. Давайте посмотреть, что здесь получилось. У нас есть Ф от А в степени L плюс 1. У нас тут есть какая-то константа. Надо понять, как связать между собой числа, вот эти вот, Ф от К. Какая не разница, что Ф от А минус 1 больше, чем Кацнам и Штуки? Константу вижу. Ну, можете сказать, что К в некоторой степени. L плюс 1 – это количество цифр. Что мне толку с этого количества цифр? Мне нужна оценка сверху. Мне нужно знать на самом деле сейчас, что L – это маленькое число. Ребята, мы сейчас приближаемся к самому завершающему моменту. Вот у меня здесь написано, видите, неравенство. F от К не больше того. Это я объяснил? Объяснил. А вот дальше мне нужно суметь избавиться от этой буквы L. Я совершенно не боюсь вот этого числа. Это некий представитель, я начинаю. Страшно. Но это L мне мешает. Кто может написать хоть какое-нибудь неравенство на числа K? A и L. Число K. K – это какие-то цифры по основанию A. Как оценить сверху число L? Знаю это правенство. Логарифм K после L. K больше или равно, чем единица и после нее L нули. Согласна? Приятно. Какое самое маленькое L плюс один значное число? Когда здесь единица, остальные нули. Правильно? Значит, я приспокойно напишу такое равенство. K больше или равно A в степени L. А теперь смотрите, что это значит. Вот здесь я напишу C умножить на F от A разделить на F от A минус 1. А здесь вот очень важная вещь. Умножить на F от той самой величины A в степени L. А действительно, L в результате у нас логарифм K в основании A больше или равен L. Значит, значит, я могу написать, что это меньше или равно. Ну, а как осталось, что это значит. С на F от A делить на F от A минус 1. Это замечательно. Умножить на F от A в степени Lg числа K по основанию A. Казалось бы, вещь довольно бессмысленная, потому что тут есть какая-то константа. Ну, она, конечно, не зависит от числа K, но тем не менее какая-то константа. И касалось бы, с этим ничего невозможно сделать. Ребята, вот сейчас остается последний, но особо написающий удар меньше. Мы не обязаны в качестве числа K брать только само число K. Мы можем в качестве числа K подставить любую его степень. Значит, если вы берете любое натуральное число N, то F от H в степени N будет не больше, чем та же самая константа. С умножить на F от A делить на F от A минус 1 умножить на F от A в степени N логарифмов числа K по основанию A. А вот теперь извлекаем из стопе частей корень N степени. И получается F от K не больше, чем корень N степени C умножить на F от A делить на... Неважно, это константа. Вот. Умножить на то же самое. F от A в степени это логарифм числа K просто. А вот теперь важная вещь. Когда у вас стоит константа любая, то при извлечении корень N степени мы получаем в пределе единицу. Значит, при стремлении N бесконечности это стремится просто к F от A вот в такой степени. Замечательно. Теперь нужно понять, что из этого следует, что F от K не больше, чем F от A в степени логарифма числа K по основанию A. Так. Мы теперь можем взять и ввести новую функцию G. Функция G от K это будет логарифм F от K по основанию K. И через эту функцию G давайте мы вот это неравинство выпишем. Давайте мы сумеем все... Ну что это вообще означает? Это означает, что F от K это K в степени G от K. Это просто по примеру K. А в степени G от K. Меньше или равно? F от A. Это будет A в степени G от A. Умножить на логарифм K по основанию A. Замечательно. A в степени логарифма A по основанию K это K. Поэтому получается здесь K в степени G от A. Это G от K не больше, чем G от A. Давайте я их пишу в граммочке. И буду страшно этим задуматься. Напоминаю, A было любое число больше единицы. K было любое число больше единицы. Что я доказал? Если для любых двух чисел я доказал, что G от одного не больше, чем G от другого, то они просто все одинаковые. Понятно? Замечательно. А теперь подумайте. Ну а что означает, что они все одинаковые? Это значит, что F от K это K в какой-то дар степени. А это и есть та самая метод. Помните? Мы из чего думали? Вот здесь даже остался простей. F от K это K в какой-то степени. Вот та самая G и есть в Ажаре. Я в точности закончил доказательства. Надо стены сейчас целиком. Я не говорю, что это легко. Для школьника это занятие высших пилотажей, чтобы понять, что целиком это выдержать. Но тем не менее, я за сегодняшнее занятие ее рассказал, что он, собственно, как и хотел. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.